Органы власти – это то, что позволит создать обратную связь, создать объективную картину. Так полным ходом кипит работа над проектом, который в будущем сможет дать толчок к развитию социально-экономической сферы Алтайского края. Разработчики проекта – студентка третьего курса юридического факультета Алтайского вуза и ее научный руководитель Алексей Чесноков. Изначально суть проекта – смотреть риски несостоятельности предприятий. У нас на территории Алтайского края существует 80 тысяч предприятий, и чтобы посмотреть динамику их убыточности, их жизнеспособности, особенно в таких условиях сложных, которые у нас сейчас, как-то помочь им выбраться из кризиса. Свой научный проект Екатерина представила на форуме «Сильные идеи для нового времени», который прошел в Москве. Кстати, там они стали финалистами. Из 30 тысяч идеи отобрали тысячу. На форуме авторам проекта задали вопросы, которые натолкнули на новые идеи по доработке проекта. Кстати, теперь в реализации задействован искусственный интеллект. Да и задача более масштабная – создать интерактивную карту социально-экономического развития края. Проект представляет собой цифровую платформу по социально-экономическому развитию региона, потому что банкротство тоже надо понимать, это тоже одна из составляющих социально-экономического развития. То есть мы туда уже будем включать и трудовые ресурсы, и факторы производства, и количество предприятий, и количество работников. То есть это такой достаточно масштабный проект, который может помочь как органам государственной власти, так и отдельным гражданам. По задумке разработчиков, система способна делать прогноз по конкретному предприятию с точностью до 90% в течение года и 70% до трех лет. Подготовка к внедрению уже в процессе. Для того, чтобы войти в этот процесс, необходимо, ну, во-первых, материально-техническая база. Учитывая то, что данные достаточно актуальны, необходим собственный дата-центр. Необходимо помещение. Уже есть команда, уже есть экономисты, уже по России собираем специалистов в сфере экономического прогнозирования, есть математики, аналитики. Сложность возникла как раз специалистами в серии IT и нейросетях, но это тоже уже сейчас практически решается. Чтобы запустить проект в лайт-режиме, потребуется порядка трех миллионов рублей. В планах осуществить это за год. Сейчас Екатерина и Алексей подают заявки на грант и готовятся к участию в аналогичных форумах. Кстати, в дальнейшем этот проект можно будет легко трансформировать и на территории других регионов страны. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.